Мы возвращаемся к теме, и споры, вокруг которой не утихают, это всё-таки были ли американцы на Луне. Маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества, историческая фраза Нила Армстронга. Вот в этот шаг не верит Александр Гурнов, правильно я понимаю? Нет. Вадим Рологовский сегодня будет переубеждать и не только Александра Борисовича, но и всех скептиков и сторонников лунного заговора. Но если позволить, я хотел бы всех предупредить, что, во-первых, я не учёный, я не специалист по данному опросу, просто меня коллеги здесь на комсомолок спросили, а ты веришь, что космоофты были? Я говорю, нет. Они говорят, о, приходи, об этом мы поговорим, это раз. Ну тогда и я предупрежу, что я тоже не учёный. Ну да, это первое. Просто на основе всего того, что я слышал, читал, напряжение мной видел, напряжение многих-многих лет, а я просто любознательный человек, у меня сложилось такое ощущение, это раз. И, во-вторых, я, в общем, готов сейчас сразу закончить эту программу, перейти к финальной фразе, к компромиссам. Может быть, они и летали, но в этом случае они это не могут доказать. Ну, кстати, да, давайте начнём по порядку, Владимир. Вообще, с чего началось? Откуда начался этот спор? Почему? Были же основания для этого? Оснований, на самом деле, не было. Но вдруг где-то ещё американцы не закончили летать на Луну, а закончили они летать где-то в 1972 году. Ну, опять же, оговорюсь, если верить во всё, если верить, последнее было «Аполлона-17», а уже в 70-е годы в Америке стали появляться книжки, разоблачающие вот, собственно, вот это то, что они летали. Первый выпустил брошюру некий Джеймс Крайний под названием «Высаживался ли человек на Луне?». Ну, особого впечатления она не произвела, эта маршрутка, но постепенно вот эта такая критическая масса накапливалась. И уже в 70-е годы там книжки пошли косяком. Потом, когда наступила эпоха такого развитого телевидения, пошли всякие шоу. А критику-скептиков слушать очень увлекательно, гораздо увлекательнее, чем, ну, скажем, какие-то правдивые рассказы. Это как кино, снимут какое-то кино. И вот рецепт, какое кино, просто смотреть невозможно. Я на секунду вас прибью, простите, буквально короткая реплика. Вот не соглашусь, что не увлекательно. Когда американцы на весь мир вели прямую трансляцию с посадки людей на Луну, это было шоу века. Это было невероятно увлекательно. А говорить, что вот это всякое поливание грязью более увлекательно, это как сейчас. Некоторые люди считают, что рассказать о том, сколько было любовников там у какой-нибудь актрисы, гораздо увлекательнее, чем смотреть ее потрясающие фильмы. Я не согласен обливать грязью пожилых актеров, тем более уже ушедших в мир иной. Мне не кажется настолько же увлекательным, как еще раз посмотреть великие картины, в которых они снимались. Ну, согласитесь со мной. Кому как. Вот согласен, да. Во времена он работал. Соглашусь сразу же, потому что среди американцев, тех, которые не верят, что они сами американцы летали, ну, не более 10 процентов опросов. То есть их достаточно мало, таких неверующих. Хотя, в другую, стоит сказать, что 10 процентов, это довольно много. Ну, вот стали появляться вот эти книжки, одни, другие, пятые, десятые, стали анализировать кадры, полученные с Луны, как-то въедливо в них всматриваются. И люди, вот эти критики, стали находить некие нестыковки. Говорят, вот это не может быть так, вот это так не может. Да как, слушайте, это такая техника нужна, чтобы до Луны долететь. Вот, да ничего такого, какой 69-й год, да бог с вами, какие, собственно, полеты. И вот, ну, как я понимаю, Александр, он сориентировался во всех этих мифах. И, наверное, ну, начинайте, возражайте. Ну, еще раз говорю, я готов к несистемных, поскольку я не ученый, аргументов. У меня очень много относительно. А не надо системных, слушайте, вот это не пойму ничего. Да, пожалуйста, давайте я буду накидывать, где вы будете готовы, как бы, возражать с фактами в руках. Пожалуйста, первое. Я бы хотела немножко для слушателей пояснить, какие нестыковки, ну, то есть претензии к фотографиям, да, которые разбирают. Ну, вот давайте по пунктам перечислим. Ну, фотография, фотография, это все мелочи. Давайте начнем. И разбирают уже по фотографиям вот этот флаг развивающийся. Ну, флаг, ладно. Звездное небо, почему его нет? Это все, вот, звездное небо, флаг, след, это все попса. Это все, кстати, можно сказать, что они действительно не летали, а сняли потом, чтобы было сделать красиво. Сделайте нам, сделайте нам красиво. Я начну с другого. Значит, во-первых, мы полетели в космос. Мы там Белку и Стрелку, потом Гагарина, потом Леон и так далее, да. Вот, американцы были в шоке. Как же так? Они проигрывают в соревновании двух систем, в соревновании наук. Ну, это освоение космоса, это было круче, чем сейчас футбол, раз вы так с современным сравниваете, да. Ну, нельзя проигрывать советом, да. Нужно было доказать, что они не хуже. И они полетели в космос. Первым американским Гагариным был Шепард, вы помните, в 61-м году, да. То есть сразу после Гагарина полетел Шепард. Сколько он пролетел, помните? А по-моему, он вообще даже обороты не сделал, у него такой был суборбитальный полет. До какого оборота? Он не вылетел за пределы атмосферы, суборбитальный это называется. Мы с вами суборбитально летаем каждый месяц, когда летим в командировку, да. Это первое. И пролетел он 480 километров. 480! То есть он до Питера не долетел. Поэтому назвать, даже если он куда-то летал, назвать Шепарда первым американским космонавтом, это смешно. Ну, просто смешно. Не было никакого космического полета. Дальше больше. Дальше они стали летать, значит, в космос, реально, и приводняться, как они приводнялись. И когда мы видели кадры приводняющихся американских космонавтов, обычно, значит, размер... Во-первых, у них Шепард вообще летал непонятно, значит, на Меркурии, который был какой-то... Он чуть-чуть больше гроба был, да. Вот. А потом они стали летать на этом самом, на Джемине, который был чуть лучше корабль, но тоже был очень маленький. Оно был малюсенький. С Джемини уже началась подготовка к полету. Да, да, да. Они стали летать уже долго, там, по 5, по 7, по 12 суток, по-моему. И дальше, значит, они приводняются. Дальше. Всплывает эта капсула на воде, показывают это все из съемки. И мы видим, можете посмотреть в кадры, трое бравых ребят бодро выходят, вылезают из этой гачающейся на волнах, значит, конструкции, которые называются спускаемым аппаратом, бодро садятся в резиновые плотики, их тут же перевозят на борт авианосца, они вышагивают, отдают честь, маршируют, веселятся со всеми, чуть ли не в припрыжку. Ну, вы помните наших космонавтов. Которые возвращались из первых экспедиций, их на носилках выносили из космических кораблей. Потому что, хотя условия в наших кораблях были лучше, это всем известно, они были больше и так далее, но и перегрузки, и все такое. Не могли космонавты тогда такими бодрыми прибыть в то время из длительного космических путешествий. И второе, сейчас я передам вам слово, это как выглядели спускаемые аппараты. Они выглядели как с иголочки. Уже потом, когда они стали доказывать, что они летали на луну, они стали спускаемые аппараты как-то пачкать, какой-то, видимо, паяльной лампой обжигать. А эти первые, которые приземлялись, они такое ощущение, что они не проходили плотные слои атмосферы. Они были как с завода. То есть, их спускали на воду и, говорят, и по команде начинали снимать, как эти ребята. Но это было еще до Кубрика. Прошу вас. Александр, я так понимаю из ваших слов, что вы хотите сказать, что американцы-то вовсе и никуда не летали. Никогда. До шаттла. Никогда. До шаттла не летали. На шаттле летали. Никуда. Слушайте, но точно так же обижали и нас. Были измышления, где и Гагарин-то не летал. И получается, никто никуда не летал. А как-то космический отрасль как-то сама собой развел, шаттлы там эти появились. Хотя у меня есть гипотеза по поводу. То есть, я могу возразить гипотетически по поводу вот этого внешнего вида американских астронавтов. Как такие бодрые люди возвращались после пяти суток на Армите? Совершенно не исключено, что они прилетали по-настоящему. Летали в настоящих капсулах. А уж догадаться, знаете, паяльные лампы их там... Они не догадались, да. Они, ну, не такие уж они дураки, какими кажутся. Каким нам внушал Задорнов это самое. Я готов предположить, что, может быть, они и в самом деле прилетали такими тряпками, в такой хлам, что показывать это было невозможно. И их показывали уже вот такими, значит, бодрыми вылазить. То есть, вы возвращаетесь к моей формуле. Даже если они летали в космос, то это никто не может доказать, включая их самих. Спрошу по поводу вашей теории. Хорошо, согласен. Космонавцы прилетели измученные, на носилках, описавшиеся, извините, обкакавшиеся, потому что туалетов у них не было никаких, якобы памперцы. Семь суток в памперсе. Можете себе представить себя? Ну, можно было... Я не знаю, как насчет... Лучше женщин спросить, мы-то забыли уже, когда были маленькие. Я не знаю, как насчет орбитальных полетов, просто не изучал этого. Но я точно изучил... Ну, я как-то читал всякие-то научные работы, отчеты о полете на Луне. И, кстати... Не, мы до Луны дойдем, мы сейчас дома уменьши говорим. Я не просто говорю, где памперсы. Памперсы они справляли малую нужду. Вот, для справления большой нужды... Целлофановые мешочки были у них. Целлофановые мешочки. Вы можете себе представить эту технологию, справить большую нужду в целлофановый мешочек в условиях нелесомости? Не хотелось бы себе это представлять, но... Вот и мне тоже. Нет, я могу себе это представить. Есть такое хорошее русское выражение. Бросать дерьмо на вентилятор. Вот это примерно так давно было. Нет, смотрите, недавно эту тему затронул Бас Олдерин, ну, это второй человек на Луне, который вдруг чего-то сказал, что не очень я завидую тем людям, которые будут возиться с моим дерьмом, оставленным на Луне. А вопрос, они же собираются на Луну где-то 24-й год. А они в курсе, что на Луне не может остаться дерьма? Может! Не может. Может. Не может. Воды не может быть на Луне, у них нет атмосферы, при температуре, при температуре, атмосфере... Ну, не на саму Луну они гадили, они нагадили в мешочек, потом сложили эти в контейнер, а вот этот контейнер оставили рядом с ногой... Присоединяйтесь к нам. ...были американцы на Луне, вышел на очень интересную тему. И очень хочется его вернуть все-таки. Как они справляли в космосе. Уже на нужное русло. Давайте мы про дерьмо американской на Луне как бы закроем тему, но это, по нему, может, долго смешно говорить. Давайте о другом. Я же самое главное не сказал, Саша. Я самое главное не сказал. В американских архивах вот этих лунных фотографий, коих насчитывается несколько десятых тысяч, по определенными номерами, есть фото, которые я сам видел, вот эти контейнеры, в которые упакованы все отходы жизнедеятельности американских астронавтов, и они эти мешки оставили у ног спускаемого посадочного стола. Все экспедиции, которые были, это 11, 12, 14, 15, 16, 17, где-то насчитываются 96 килограммов от этих отходов естественного происхождения. И вот ученые, опять же, серьезно, ну те, которые верят, что американцы были на Луне, говорят, первым делом, вот если мы полетим на Луну, надо сесть рядом вот с этим, с местом высадки Аполлона-11, подобрать эти мешки с дерьмом и привезти на Землю. Это будет уникальнейший научный... Это докажет, да. Научный не докажет. Александр Борисович, вам хватит такого доказательства? Ну, вы знаете, 10-10 килограммов дерьма в 50-летней давности вряд ли заставят на вас что-то поверить. Это первое. Второе. Смотрите, ну хорошо, давайте оставим, в конце концов, это самое дерьмо в покое. Значит, смотрите, вот возьмем, вы сказали, подготовка. Началась подготовка к полетам, да? Да. Значит, первый облёт Луны, который совершили американцы, да, на Аполлоне, да, они совершили помощь, правильно? На Аполлоне-8. Да, на Аполлоне. Облетели Луну, да? Облетели. Нетной фотографии. Ни одной фотографии. Как нет? Ни одной. Нету. Ну, Александр. Нету ни одного кадра. Где, Владимир? С 68-го года ни одного кадра. Нет, потом, да, а с 68-го года с первого облёта. Точно так же, как вы сказали, сколько они на Луне оставили там всякого имущества, да? Нетной фотографии? Нету? Нету до сегодня ни одной. Ну, ладно, спорить об этом не будет. Настоящие не одной. Вот, ну, я видел их, но считайте, что это нет. Хорошо, вопрос вам задаю прямой. Вот представьте, русские готовятся к покорению космоса. Вот уже вот-вот-вот скоро летим, да? Кино смотрели, это укрощение огня. И вдруг приходит приказ из Кремля. 800 человек сотрудников Российского космического агентства уволить, а Королёва отправить на Северный полюс изучать белых медведей. Как это? Как это? Вот вы знаете, на что я намекаю, да? Нет. Ну, ха, ну, за полгода до первого лунного старта 800 сотрудников НАСА были уволены, а фон Брауна отстранили от руководства операции. Почему? Зачем? Что такое? Объясняйте. Ну, можно проповедовать. Ему стыдно было, вместо него Кубрика наняли. Какие-то... Держит старый, но всё равно... Надеюсь, Кубрику мы к этой афёре, в которой было задействовано имя Стэнли Кубрика, мы ещё вернёмся. Заразно скажу, что это разоблачённая афёра. Вокруг Луны... Мы сейчас про фильм говорим, да? Который, да? Нет, нет, нет. Мы не задрагиваем вот этих попсовых вещей. Я говорю о серьёзных фактах, действительно. Почему? Нужно было уволить 800 человек за полгода, допускай. Ну, может, деньги экономили, если это на эту программу потрачено... Но это же не значит, что они не летали на Луну, Александр Борисович. Извините, 24 миллиарда долларов по тем временам. А почему тогда говорят, что трое погибли за месяц до старта? И тоже говорят... Они погибли на старте. Они на старте погибли. За месяц до старта. А объясните, почему? Во время тренировочного старта они погибли. И многие говорят, что вот это доказательство того, что они не были на Луне. Они находились у них же в космическом корабле, насколько я помню, идеология, что там чистый кислород. Они в кислородной середе находятся, космонавты. Они дышат чистым кислородом. И у них взорвался этот кислород. В общем, сгорели, как в своё время сгорели и наши астронавты. Ну, я точно божиться не буду, но вот этих троих, я даже не помню. Честно говоря, мне стыдно. Я не помню их фамилии. Их фамилии... ...на силиконовом диске, который одна из экспедиций оставила на Луне. Вместе с фамилиями погибших российских, тоже советских астронавтов. Хорошо. Они, вот так говорят, что они могли бы быть первыми высадить. Задаю вам ещё один вопрос. Как называется ракета, которую американцы до сих пор закупают? Могу... РД-180. Я понимаю. Смотрите. Почему она называется РД-180, знаете? Никогда не задумываюсь. Отвечу. Потому что она развивает тягу. Ракетный двигатель. Это двигатель развивает тягу 180 тонн. Значит, на Сатурне-5, который поднял космос на Луну, было установлено 5 двигателей, которые назывались как-то там, не помню, Р-1, что у них называлось, не помню, да? Вот. Так вот, или я Ф-1, не помню. Так вот, американцы сказали, что каждый из них, каждый из них развивал тягу, в 690 тонн. Ну и что? Ну, если они в 60-е годы могли сделать ракету, развивавшую тягу, в 690 тонн, почему они сегодня не могут сделать двигатель, который развивает 180? А покупай этого у нас. А зачем им делать двигатель? Тем более, что они разрабатывают, уже там почти доделали. Да, но так и не доделали до сих пор. Александр, смотрите. Ведь двигатель создаётся не просто ради того, что самые мощные, самые здоровые. Чтобы поднять вес на орбиту, да? Чтобы поднять вес. На орбиту. А им такого веса, как они поднимали в 69-м году, в 69-м по 70-м годам, вот это, с тремя, а им такой вес уже не надо поднимать. А хотите я вам отвечу? А хотите я вам отвечу, почему они не могут создать двигатели, которые развивают больше 200 тонн? Да могут они создать. Нет, и мы не можем. И мы не можем. Нет таких материалов. Сегодня на Земле до сих пор нет материалов, которые позволят создать такую тягу, чтобы эти лопатки не разлетели к чёртовой матери. Это не возможно. Но тогда они этого не знали. Они не знали, что будет, если. Поэтому они просто, вот у нас 5 двигателей, мы делим массу ракет и так далее, и получаем 690 тонн. А вы знаете, что сделали с этими остатками этих двигателей? Потом нет. Их сдали в музей. Вот эту самую ракету «Сатурн», эти двигатели, их сдали в музей. А знаете, что с ними случилось в музее? Сказать? Скажите. Вы будете смеяться. Я это вычитал. Это гениально. Сегодня готовились к передаче. Я думаю, они же в музее находятся живы, да? Они начали ржаветь. Правда? Их пришлось красить. Как вы думаете, какой-нибудь компонент космической техники, который посылает вам, может ржаветь? Ржавит некачественная тяжелая сталь. Александр, не могу вам возразить чисто технологически, потому что, не знаю, я не читал про то, что они зажалили. Ну, не читал. И не писал. А кто это написал, мы тоже не знаем. Вы лично видели, соскребали эту ржавчину, понюхали ее. Нет, это кто-то написал вопрос, правда это или нет, мы не знаем. Но смотрите, вы повторяете доводы своих предшественников, которые в 70-е годы, вот это вот целая когорта скептиков. О, я знаю, в общем, книжек и фильмы вышли. Да, которые издали массу книжек. У них точно такие же доводы. В свое время НАСА включилось в эту игру. Говорят, давайте, хорошо. Они говорят, давайте мы соберем все вот этих скептиков, самых-самых озлобленных. Давайте мы сделаем фильм. Давайте мы сделаем документальный фильм, где они будут... Я его видел, называется Space Mission One, по-моему, как-то он назывался. То есть первые полеты на Луну. Нет, смотрите, смысл фильма был в том, что скептики говорят свои возражения, а им инженеры, техники и прочие... Нечего ответить. И им отвечают. Скептики не пошли на это, они отказались. Скептики что говорят? Я вот хочу все время вывести вас на это. Что говорят? Не хватило технологического прогресса у США, развития, чтобы отправить на Луну? Не хватило, конечно. Первое. Второе. Какая причина у скептиков думать так, что все-таки американцы на Луну не попали? Технологический процесс развития окей. Хорошо. Второе. Я вам скажу, смотрите, вот вы говорите, американцы, значит, скептиков победили. Тогда почему сразу после этой дискуссии, я помню о ней, да, американцы наложили полное табу на все дискуссии о полетах на Луне? Они отказываются отвечать на эти вопросы. Отказываются. Этот вопрос не обсуждается. Они не отказываются. Не дискутируются. Они просто не отвечают. Да. Они вам сказали, все, мы это не обсуждаем. Мы это просто не обсуждаем вообще. Не нужно доело. Ну, сколько можно? Хорошо. Еще раз. Значит, кадр. Американцы, Лесарь, ну, вот кадры из того самого фильма. Это документальные кадры. Действительно документальные кадры. Значит, ЦУП. Центр управления полета, по-моему, в Хьюстоне у них, да? У нас в Королеве, а не в Хьюстоне. В Хьюстоне сидят люди. Вы это видели наверняка сто раз. Как они говорят, Хьюстон, у нас проблема. Хьюстон, Хьюстон, да, да. Это 13-й был там, да, там, Аполлон. Вот. Значит, сидят люди в этих гарнитурах, у мониторов. Сидят сотни людей. Там фон Браун где-то маячит, там за спиной Штепсель прячет и так далее, да? Вот. Аппарат начинает взлетать. Это Аполлон 11-й, да? Начинает взлетать, взлетать, взлетать. Они все вскакивают, срывают гарнитуры, начинают обниматься, открывать пиво. Значит, ура, да, да. Такое ощущение, что они только что вернулись с Луны. У них еще, они еще не вывели аппарат на орбиту. Они уже вскочили, хлопали в ладоши. Ура! Ребята, мы сделали это. Мы всему миру показали куському мать. Давайте слово Владимиру. Ну, могут, помогли люди в супе так себя вести на важнейшей стадии полета? Почему нет, не могли, слушайте. От Земли оторвался. Уже хорошо. Уже хорошо. Ради бога. Вот факт отрыва от Земли я не оспариваю. Я не оспариваю факт, что от Земли они оторвались. Смотрите, вы говорите, вы оба говорите, что они были недостаточно технологически. Нет, 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 я не говорю. Я просто объясняю причину скептиков, почему они так думают. А мы что ж? А посмотрите на нас. Ну, ладно, они дураки, значит, всем, значит, мозги пудрили. Ну, а мы-то ж, мы же тоже на полном серьезе разрабатывали свою лунную программу. Алексей Архипович Леонов должен был на Луну улететь. Я тем самым, как он, ну, к самым главным, я не знаю, как он, командиром, командиром этого корабля. Ракету, все, система. Вот МПВН, они говорят, слушайте, да какой-то мелочи не хватит. Ну да, взорвались, какая-то ракета, что-то пошло не так. А к американцам тут уже было ясно, что берет, да ну, и уже надо же сказать, слушайте, мы не будем больше денег, но мы-то тоже эту программу разрабатываем. Да, Александр и Владимир никак не могут найти точки соприкосновения и все-таки доказать то или другой стороне, подождите. Вы начали про Архипча, да, про Архипча, это не я начал, значит, Леонов. Подождите, Александр Борисович, лунный заговор. Александр Гурнов считает, что американцев не было на Луне. Вообще в космосе не было до шаттла. Вообще в космосе не было. Владимир Логовский, конечно, придерживается другого мнения. Вы первые начали про Леонова, не хотел я про него говорить, он недавно умер, вот, и на самом деле я ему... Он был замечательно, обаятельнейший человек, я с ним был знаком в Шапче, но... То он сюда приходил, общался, такой рассказчик. Да, да, он прекрасен. Смотрите, он взлетал в космос один раз. Как один? Один. Потом... А Союз Аполлонов взлетал. Вот, потом разбился Гагарин. И всему первому отряду космонавтов указом ЦК было запрещено вообще пилотировать самолеты, тем более они никто не летали. Их оставили как памятники. Вот. И вдруг, в одну тысячу каком-то году, в 76-м, в 75-м году, вдруг совместный полет с американцами в космос. Мы назначаем Леонова, который 10 лет мне вообще не появился в этом городке. Он был отстранен от всех экспериментов, от работы, все. Он был уже пожилой человек, который, правда, выступал на всех партийных съездах, на форумах, КПСС. Только благодаря родной партии мы его... При всем... Он играл по правилам, но он играл уже в другую игру. У американца кто-то полетел, Стаффорд, который уже... Ему было лет 50. Он тоже лет 15-20 никуда не летал. Сидел дома, выращивал крыжовник. И вдруг достали этого Стаффорда и сказали, ты полетишь на Аполлон. Двух очень пожилых людей. И к чему вы ведете? Что Союз Аполлон, это была тоже грандиозная афера. Именно в 75-м году, как вы помните, началась разрядка, сближение. Это был наш подарок. Это был... Алексей Рахипович сейчас в гробу рец и перевернулся. Я думаю, что да, но дай бог ему здоровья, дай бог ему дольше оставаться в форме хорошей. Поймите, какое дело. Смотри, во-первых, зачем? Зачем было Союз Аполлон? Как они состыковались, ответьте мне. Как можно было состыковать два таких грандиозных аппарата? Слушайте, вопрос стыковки и расстыковки давно был решен. Еще Аполлон-9 полетели на лунной орбите, они прилетели, там, командный модуль, спускаемый модуль. Они расстыковались, состыковались. Уже первые люди могли бы высадиться на Луну в Аполлоне-10. Но опять решили, нет, мы еще раз. То есть они еще раз туда слетали, уже опустились пониже к Луне. Там расстыковались, обратно прилетели, прилетели, обратно. Ну, стыковка, как расстыковка, ну, слушайте. Ответьте мне, ответьте мне, как летчик-летчику. Сколько длится временная невесомость в самолете, который по параболической орбите падает? Знаете, когда делают невесомость, тренировки невесомости, да, в самолетах? Ну, не знаю, ну, минуту-полторы. Нет, нет, меньше, меньше, меньше. Около 40 секунд. Около 40 секунд. Ну, иногда чуть больше. Ответьте мне, почему Союз-Заполон – это единственная российская, советская экспедиция в космос, у которой не было ни одного кадра длиннее 30 секунд? Ни одного. Все кусочком по 30 секунд. Все кадры. Рукопожатие, все эти люки, вход американцев, вплывание, выплывание. Ни одного кадра длиннее 30-35 секунд не было. Ну, Александр, ну, это как-то притянуто. Ну, как притянуто. Ну, вот, да. Можно, да, да. Давайте мы все-таки вернемся к 69-му году. К посадке. Да, именно к посадке. К посадке на Луну. Чем покрыта поверхность Луны? Лунной пылью. Правильно? Правильно. Когда снимали кадры посадки аппарата на Луну, как вы помните, он включал двигатели посадочные, да, ну, тормозные, клубы пыли поднимались, и станция спускает обратно на 4-е такими ножки. Да, они снимали посадку. Некому снимать было, снимали взлёт. Нет, посадку снимали из алюминатора, она была снята, посадка, как от клуба пыли. Ну, да, ну, не знаю, там веноки, кратеры приближаются. Да, 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 очень хорошо. Значит, после того, как космонавты выходят из этого саму, спускаются с лестники и прыгают на поверхность Луны, они попадают в поверхность, густо покрытая ровным слоем лунной пыли. Откуда там пыль, если туда только что приземлился корабль, у которого работал тормозной двигатель? Он должен был раздуть всю эту пыль на полкилометра в разные стороны. Откуда пыль под ногами оказалась? Почему на полкилометра? С чего вы взяли? Вот вы представьте, космический корабль садится в пыль. Кудуньте, в пыль. Но там же не такие условия, как на Земле. А вы сейчас рассуждаете с точки зрения землянина. Физика визиозинаковая. Там немножко по-другому всё устроено. Какое есть этому объяснение. Откуда взялась пыль? Это вопрос, скажем прямо, да, действительно. Каверзный. Каверзный. Он просто прямой вопрос. Каверзный. Ну, а объяснение такое, что он садился не чисто вертикально, а немножко в скользячку. И то есть вот он уже практически сел, а дальше уже к той пыли он продвинулся уже по горизонтали. Потому что всё-таки вот даже видно из тех кадров, которые были сняты из иллюминатора, что это не прямое опускание, это всё-таки какое-то движение относительно поверхности. Ещё вопрос имею. Имею вопрос. Значит, смотрите, я к вам как к специалисту. Я же, я дилетант. Значит, американцы, ну, нет. Наснимали невероятное количество фото и видеоматериалов. Очень много. Фотографии тысячи. Кстати, посчитали. Посчитали. Их там поделили на количество членов экипажа, что они должны были щёлкать затвором каждые полторы секунды. Все трое, не переставая. Каждые полторы секунды они должны были щёлкать. Да, не так и щёлкать. Да, очень хорошо. Замечательно. А почему нет ни одного кадра полёта к Луне и возвращения обратно к Земле? Ни одного. Ни одного. Они что делали? Они спали? Как отреки во Вселенной? Есть кадры расстыковки. Нет, нет, нет. Полёта от Земли к Луне. Самое красивое. Земля удаляется. Корабль уплывает. Луна приближается. Ни одного кадра из миллиметров нету, как они летят от Земли к Луне. И обратно. А те камеры, которыми они снимали на Луне, они на Луне-то и остались. Они же привезли с собой фотки-то. Фотки привезли, кассеты с плёнками. Но камера-то ещё Юджин Сернан говорит. Вот я дурак-то оставил камеру там. Сейчас бы я... Мог продать её за какие-то. Хассельблаты тогда они... Хассельблатами они снимали, да. Была жуткая битва между роли Флексом и Хассельблатом. Кто из них поставит камеры, Хассельблат повезет. И вот, говорит, я её оставил, положил на Луну, на поверхность, направил объектив вверх. Там ещё плёнка осталась. Вот сейчас-то думаю, надо было её, эту камеру, привезти. Он говорит, но... Это Аполлон-17. Надо за ней слетать и посмотреть, как там на эту плёнку подействовали космические лучи. Поэтому камеры-то они там оставили. Снимать-то нечем было. А когда туда летели, чё, не сняли, как? Земля удаляется. Знаете почему? Потому что ни один компьютер в то время не мог рассчитать точно траекторию полёта. Как должна была вращаться Земля. Она же должна была вращаться с другой скоростью. Не 5 градусов в минуту. Понимаете, да? Потому что корабль летит по параболической траектории. Рассчитать скорость вращающей Земле было невозможно. По этой же причине ни одной звезды нет на кадрах из космоса. Вы знаете, звёзд нет вообще. Потому что невозможно было рассчитать, как выглядят созвездия из космоса. Вы не могли они это посчитать. Давно, давно говорят, снимите, возьмите, выйдите на Земле, сделайте фото. У вас тоже звёзд не будет. Если не будете их снимать специально. Потому что на Земле атмосфера, а там нет атмосферы, звёзды ярче. Да, свет от поверхности Луны идёт, и она сильнее того света, который даёт. Но это 28 раз зашло. Что бы вы сняли, оказавшись на Луне, первым делом? Друг дружку. А потом? Потом камушки. Нет, я думаю, что... А вы просто сняли по словам? Землю. Вот, Землю. Женщина права. Надо было женщину послать. И там всё... Ни одного кадра. Один. Один. Этот кадр один. Это селфи, снятые Юджином, по-моему, кстати. То есть это космонавт стоит в шлеме, и он и на фоне Земли. Но при этом Земля... А кто вы опять не верите? Да, потому что Земля освещена с запада, а он с востока. Смотрите, есть кадры, которые НАСА говорят. Слушайте, это монтаж, который выдают за реальные... Да. Нет, снимки Земли. Снимки Земли есть. Тут другое возражение. Вот я тут встану на... Как это? На сторону скептиков? На сторону скептиков. Говорят, слушайте, вот они снимают друг друга. А почему Земля в кадр не попадает? Не попадает, конечно. Ну, хоть бы раз попала. Ну, да. Этому тоже есть объяснение. Потому что макет Луны сделали, а макет Земли не сделали. Нет. Потому что в то время, пока они ходили на поверхности Луны, Земля находилась точно у них над головами. Поэтому она высоко была, поэтому в кадр не попадала. Александр Борисович, ну что? Звезд не видно. Хорошо. Нечем крыть. Нет, нет, нет. Земля могла быть в разных местах. Да, ну, ее можно было... Вы же сами скажете. Первым делом снимаю Землю. Вон, смотри, вон моя родная... Ну, это же я так... Помните, когда полетел какой-то американский космонавт, по-моему, даже вот на Луну, он сказал, что еще на этапе только мы отплыли от Земли, и мне захотелось выйти в космос и сказать «Аллилуйя Хьюстон». И он вышел в космос, помахал рукой, сказал «Аллилуйя Хьюстон» и залез обратно в корабль. И что? Да, это вот такой факт вот есть в фильме в этом, да? А есть такой Нил Армсрук летал, по-моему, то ли «Джемини-9». Нет, и на «Джемини-9» он выходил в открытый космос. А знаете, как они выходили в открытый космос? Они не выходили из корабля. Я не знаю, вылезал из лука высовывания. Нет-нет-нет-нет-нет, у них был очень маленький корабль, поэтому у них над головой был люк. И якобы он открывал люк вот так вот, высовывал башку, как в фильме про барона Врунгеля. Знаете, такой вот этот... И говорил «Хеллоу», и опять закрывал. Называлось «Выход в космос». У меня другой вопрос. Значит, самым главным для американцев является картинка, понимаете? Вы же согласились. Очень нужно было, чтобы было красиво, чтобы было... И они повезли на Луну лунномобиль. Лунный автомобиль, на котором они, значит, ездили по Луне. Значит, я видел картинки этого лунномобиля на Земле и лунномобиля на Луне. Он тот же самый. То есть люди ездили на нем по Земле, а потом на нем же ездили по Луне. На том же самом, только колеса поменяли. Там колеса другие были без этих, без воздуха, да, такие, обычные, как у нашего лунохода. Нет, 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 они из такой, из тонкой проволоки, такой, как это называется, очень упругой, тонкой. Колеса, да, да. Но сама рама сделана из стального четырехгранного профиля. На Луне в десятки раз меньше вес, не нужно было, там каждый грамм на счету. Зачем такую тонну железа лишнюю повезли на Луну? Зачем? Во-первых, непонятно, зачем там был этот вопрос. Во-первых, какого хрена вообще было везти машину, этот автомобиль на Луну? И зачем она была сделана из таких тяжелых конструкций, из такого швеллера? Хотя на Луне все легкое, она могла быть в пять раз легче и, соответственно, меньше везти. Смотрите, в чем тут дело? Дело, вот у меня сейчас дочка в седьмом классе учится, вот, и у нее проходит по физике, такую тему называется инерция. Так вот, слишком легким лунный автомобиль делать было нельзя, поскольку, ежели такой легкий, он подскочит на какой-нибудь кочке, так он и улетит, я не знаю, и перевернется. Вот поэтому все-таки, я думаю, надо было соблюсти некий баланс относительно легкий, и все-таки, чтобы был достаточно тяжелый, чтобы от легких толчков он куда-то не улетал. А знаете, что они на мотоцикле собирались, там есть фотографии? Харли и Дэвидсон, естественно, а как же без мотоцикла? Если бы можно было вместо скафандра надеть стетсен такой, знаете, шляпу, кстати, по поводу скафандров. Знаете, сколько весил первый лунный скафандр? Они там прыгали, бегали в нем. Нет, таких точных. Я вам скажу, я помню, 30 килограмм. Это много или мало? Сколько сегодня весит скафандр, знаете? Триста. Триста. Самый совершенный, с полной системой жизнеобеспечения, я подчеркиваю, с воздухом, со всеми. А тогда 30. Как они могли уже тогда сделать скафандр, который весил 30 килограммов? Сейчас 300? Сейчас около 300, да. Не верю. Да? Не верю. Не забудьте, он в невесомости. Ладно, я после передачи специально... Под 300. Под 300. Специально посмотрю орланы, 300 килограммов? Он в невесомости, да, и там вес не имеет значения. Ну, Саша, ну не может, я видел эти скафандры, они могут видеть. Ну, ладно. Около. За мнём. Но 30 килограммов, это одежда полярника, вы понимаете. Сейчас они новый скафандр сделали. Это не скафандр. Они добыли лунный грунт с глубины больше метра. Вы в курсе, да, привезли? Чем они бурили? Больше метра? Да, вручную, вручную. Они ходили... Они не показали бурь. Они ходили с мешком, собирали камушек. Да, и они буром пробурились, ручным буром пробурились на глубину метра, и с метра достали образцы лунного грунта. Чем бурили, никто не знает, что так, чем можно было бурить на глубину метра. Наши рыбаки. Вот рыбаки, да, но наши рыбаки не было. Но это же всё равно не доказывает, что их там не было, Александр Петрович. Заходите, докажу. Ну как? Пожалуйста, докажу очень легко. Смотрите, сколько лунного грунта привезли все русские автоматические станции с Луны, знаете? Всего. Их там было пять штук или шесть. Что-то больше, около где-то сто грамм там. Триста восемьдесят граммов. Американцы сколько привезли? Триста килограммов. Триста килограммов. Где хоть грамм? Дверь раздали по всем лабораторам. Ну это из ваша. Ну это известно. Они не раздали никому ни грамма. Я отвечаю, вы ошибаетесь, вы проверьте. Они никому не раздали ни грамма. Они в качестве подарка от глав государств некоторым людям дарили. Они там приехали в Швецию. И шведскому королю подарили камушек, привезённый с Луны. А знаете судьбу этого камушка? Шведский король сдал его в музей. Спустя несколько лет какие-то студенты этот камень спёрли. Их поймали и стали судить. И адвокат, их мальчиков эти, которые украли этот камушек, на суде сказал, а проверьте вообще, это камень с Луны или не с Луны. Они проверили и выяснили, что этот камень не с Луны. Саша, это попса. Она, знаете, что сказала? Она сказала, да, это не с Луны. Это лунный метеорит, сказали они. Саша, есть исследования, которые сравнивали грунт, привезённый американцам, и грунт, привезённый нами. И результаты этих исследований служат доказательством того, что и тот, и другой с Луны. А вы знаете, чем отличаются наши образцы лунных камней? Причём это выяснилось намного позже, когда появились новые исследования, что оказалось, что наши образцы лунных камней, которые с поверхности взяты, они все покрыты, я не знаю, что это такое, но я цитирую, неокисляемым железом. Это было невероятное открытие вообще в химии, в физике. Люди сказали, если бы мы знали, как сделать это неокисляемое железо, оно есть только на лунных образцах. Американцы были очень удивлены, потому что на своих камнях, привезённых с Луны, они не обнаружили неокисляемого железа, а не обнаружить слой неокисляемого железа для учёного на камне, это то же самое, что не обнаружить мавзолея на Красной площади. Саша, чистое железо, оно очень с трудом окисляется. Метеоритное железо тоже, как правило, чистое, оно тоже очень с трудом окисляется. Поэтому, если они начнут чистое железо, это может быть, то совершенно неудивительно, что оно может быть неокисляемым. Вот я к этому опять и кланю. Все якобы образцы, доставленные американцы, лунного грунта, это так называемые лунные метеориты. Объясню нашим слушателям, что лунный метеорит – это камень, который возникает от столкновения крупного объекта с Луной, от него отделяются осколки от этого удара, и они пролетают на Землю. Все эти метеориты американцы собирают тщательно, и затем иногда кому-то дарят или передают на Землю. Но это не лунный грунт, они прошли через нашу атмосферу, понимаете? И в этом разница. Александр Борисович, Владимир, вот такой вопрос, который очень занимает всех. Почему Советский Союз поддержал США и сказал, что, да, американцы были на Луне? Да потому что это правда, потому что они были. А зачем нам врать-то было? А вот, видимо, у Александра Борисовича и Северса, зачем нам врать было? Значит, во-первых, была такая операция «Океан», может быть, вы о ней слышали, как раз когда был второй полет, второй полет Аполлона на Луну, вот, и когда нашим удалось в Бискайском заливе выловить так называемый спускаемый аппарат, вот, а на самом деле болванку, которую запускали они, ну, которая падала после старта через полчаса. Да это, собственно, и наш аппарат был, мы отправили. Вот, значит, смотрите, дело в том, и, как я уже сказал в начале программы, американцы знали, что только мы, особенно после того, как мы выловили их этот спускаемый аппарат, якобы, могли, значит, развенчать этот самый блеф американский. И они заключили сделку с Советским Союзом, которому страшно нужна была передышка, нужна была разрядка, нужны были договоренности о контроле над вооружениями, нужны были технологии. Мы тогда уже начали серьезно оставать. Тогда же жутко взлетела нефть в цене, что помогло русским провести Олимпиаду 80-го года, там, и так далее, и так далее. Говорят, что все это было частью огромной сделки с американцами, чтобы не развенчивать американский вот этот вот блеф по поводу их полетов, но это помогло Советскому Союзу продержаться на плаву еще там пару десятков лет, потому что они получили от американцев гарантии, гарантии вот той самой разрядки, сближения всех этих договоров и так далее. Владимир, попсула. Ну, мы-то нынешние никаких гарантий не давали, уже давно сдали, уже давно все... Если мы сейчас сдадим, получается, что мы тоже врали вместе с ними, это неловко, ну, согласитесь. А можно вопросы... Врали не мы, врали эти коммунистические наши предшественники. Можно вопросы коротко? Но если вы заметили, наше новое руководство России, тот же Владимир Владимирович Путин с уважением относится к коммунистическому прошлому и не спешит развенчивать все и вся. Александр, я видел снимки с Луны, сделанные с орбиты. На них четко видно американские вот ту технику, которую они оставили. Американцы видно четко. Я не знаю, что надо сделать, чтобы... Надо всем показать еще раз эти снимки просто. В 2024 год намечен новый полет. Надо встать рядом с этим аппаратом, прямой репортаж. Вот он, смотрите, вот он за спиной, вот этот след Амстер. Почему за 50 лет никто больше не полетел на Луну? А делать там нечего. Там, да, в самом деле, да. А зачем они летят 12 раз? Вот тоже не понятно. А банты дороже денег. Да нет, они просто столько отсняли материалы, уже нужно было как-то это делать, что-то такое с ним. Уж раз за те студию такую огромную построили, ну вы что? Господа, я предлагаю на этом и закончить сегодняшнюю, по крайней мере, программу. Журналист-международник Александр Гурнов, научный обозреватель комсомольской правды Владимир Лаговский.